Глава 26. Со всех сторон насели! Тяжелые черные мантии не скрывали того, что от табунчика гриффиндорцев, неверными шагами плетущихся к факультетской гостиной, просто-таки разит усталостью. Впрочем, Свити Белль раз за разом гордо отказывала Махе, так и порывавшейся понести ее на себе. Остальные, однако, думали иначе, большинство ее одноклассников с завистью поглядывали на то, как единорог снова и снова наклонила голову, пытаясь подцепить устало-бредущую подопечную, чтобы закинуть себе на спину. — Хорошо, что уроки наконец-то кончились! — радостно прочирикала Эпплблум. — Я так проголодалась! — Гая тоже! — столь же бодро согласился с ней Дин. — Коня бы съел! Рон и все обычные девочки замерли и с ужасом в глазах уставились на паренька. Дин удивленно оглянулся. — Я что, не то что-то сказал? — спросил он. — Ой, да ладно вам! — воскликнуло нетерпеливо подпрыгивающее на месте скутал. — Он же сказал, коня, а не поня! Издав мучительный стон, табунчик вновь зашагал вперед. Уже через минуту, назвав в картине пароль, они очутились в гостиной. — Просто не верится, что на спаренных уроках за АТИ приходится заниматься спортивными тренировками. Пожаловалась Лаванда, устала, падая на диван. — Знаю, он говорил, что будет тяжело, но заставлять нас бегать — это уже чересчур. — Да мы же всего-то четыре круга вокруг твиличной площадки навернули! Ободряюще ответила Эпплблум. — Это же ерунда! Вы скоро их будете пробегать и не замечать! — Ты нас на два круга обогнала! — возмутилась Парвати. — Ну а чё поделаешь, если вы такие тормознутые? Пожала плечами Пегасёнка, едва ли не с прыжка приземляясь на тот же самый диван, куда несколько секунд назад устало опустился Гарри. — Просто у тебя, Скутти, слишком много энергии! — выдохнул Симус, занимая свободный стул. — Я чувствую усталость от одного лишь вида того, как вы с Эппл носитесь туда-сюда! — Не манячи лучше для здоровья, чем старая добрая пробежка! — хмыкнула превращённая земнопонька. Ответом на её комментарий стал негромкий, раздражённый полустон-полурык Свити Белль. — Ну хотя бы Свити не так увлекается бегом, как вы двое! — сказала Джинни, запрыгивая на колени к Гарри. — Эй! — слегка запротестовал паренёк от неожиданно оказавшегося у него на ногах дополнительного веса, на что рыжая девчушка, слегка завозившись, только прижалась к нему ближе. — Теперь вы знаете, что мне приходится всё время терпеть! — произнесла Свити и, проигнорировав свободные стулья, рухнула на ковёр, лежавшая напротив дивана. — О, отлично! — сказала Фэй, входя в гостиную. — Вы все здесь! — Мы только пришли! — ответил Парвати, прислонившись к боку Махи. — Профессор МакГонагал желает немедленно видеть всех вас в своём кабинете! — сообщила им староста. — Надеюсь, она не хочет попробовать ещё одного скрешения! — проворчала Гермиона, не успевшая даже присесть. — По-моему, Маха всё ещё категорически против этой идеи. — Нет! — покащала головы Фэй. — Похоже, в этот раз вас вызвали потому, что вы во что-то вляпались. Мрачные взгляды сидящих за длинным каменным столом гоблинов не предвещали ничего хорошего. Несмотря на богатую обстановку яркой пещеры, воздух казался тусклым и вязким, отвитавших в нём настроений. — Свяжись с ним ещё раз! — приказал гоблин, сидящий на самом большом стуле. — Напомни ему о той помощи, что народ гоблинов оказал его роду в прошлом, предоставив займы. — Увеличь предложенную ему сумму ещё на пять процентов, неважно как, но добудь у него эти клятые камни! — Чтоб до конца недели они были в руках гоблинов! — Он, похоже, и так был впечатлён изначально предложенной суммой! — ответил стоящий в трёх метрах от стола нехитрюн, на ком сосредоточилось всё внимание гоблинов, жадно ловивших каждое его слово. — Однако он настоял, что им необходимо обсудить наше предложение с девочками, прежде чем принимать его! — У тебя есть время до конца недели! — рыкнул лидер гоблинов. — Да, надзиратель! — торопливо кивнул нехитрюн. — Я заполучу эти камни к тому времени! — Что с остальными, семью? — потребовал ответа надзиратель, взмахав в ладони, отправляющий щитовода в освояси. — Четыре снова в наших руках! — ответил один из гоблинов за столом. — Ещё два пойдут в качестве репарации от последнего собрания Визингамота. — Так как волшебники скинули связанные с этим транзакцией на нас, то будет несложно, когда они разберутся, кто что и сколько получит, заменить камни их стоимостью в галеонах. Однако владелец последнего камня упорствует и отказывается его продавать. — Найдите рычаги, что сделают его более сговорчивым! — Да, надзиратель! Внезапно в зал влетел посыльный и почительно замер на расстоянии от собравшихся за столом старейшин. Гоблин посыльно оказался подростком и занимал одну из низших ступеней в гоблинских рангах. Было видно, что он весь испуганно трясётся, дожидаясь, когда к нему обратятся. Вдобавок, по резкому запаху, все присутствующие тут же поняли, что от испуга тот напрудил в штаны. — Говори! — яростно приказал надзиратель. Он был весьма раздражён тем, что какой-то гоблин послал ему с новостями новичка, вместо того, чтобы принести он и самому. Подобное грубое нарушение этикета могло значить лишь то, что новости далеки от приятных. И такой трусливый для гоблина поступок он не оставит без внимания. — На надзиратель! — заговорил посыльный, при этом начав трястись ещё сильнее. Когда команда перевозила в хранилище четыре выкупленных камня и проходила мимо древнего дракона, он вырвался, разорвал цепь и, не обращая внимания на укротителей, сожрал их. — Древний дракон сожрал команду доставщиков? — переспросил надзиратель, не веря ушам. Гоблин подросток задрожал так сильно, что в луже под ним стали расходиться круги. — Нет, надзиратель, он сожрал драгоценности! — на последнем слове голос гоблина дал петуха. Разъярённый надзиратель, оскалив внушительные клыки, выдернул из ножен кинжал и вскочил на ноги. Было понятно, что сейчас кого-то будут убивать. Стоит отметить, что даже видя свою смерть в глазах их лидера, посыльный продолжал стоять, правда в луже под ним уже начали образовываться белые гребни. Всё ещё рыча, надзиратель с громким лязгом возил со злости кинжал в каменный стол. — Кто ты? — рыкнул он. — П-п-помощник! П-п-посыльный! Б-боксит! Гоблин стоял ни жив, ни мёртв, боясь даже вздохнуть лишний раз. — Кто отправил тебя ко мне с этой новостью? — спросил надзиратель, обманчиво спокойным голосом. — Надсмотрщик! Угленог! — едва смог вымыловать подросток. — Посыльный боксит! Передай говновозу-угленогу, что он лично будет проэссеивать всё дерьмо древнего дракона, пока не найдёт каждый из этих камней, а затем лично доложит об этом мне! Дюжина нервничающих первоклассников неуверенно приблизилась к кабинету декана их факультета. Следовавшая за ними по пятам маха чувствовала настрой детей. Её стоящие торчком уши настороженно вздрагивали от каждого подозрительного звука, глаза рыскались в поисках малейшей опасности, а исходящая от единорога угроза предупреждала всех держаться от неё подальше. Наконец, собравшись с духом, Эппл Блум подняла руку и постучала по двери ладонью. Та тут же неторопливо распахнулась. — Ходите, дети! — спокойным тоном сказала профессор МакГонагал. Прижимаясь друг к другу, первоклассники подчинились команде. Маха последовала за ними. Оказавшись в кабинете, дети обнаружили, что МакГонагал была не одна. Сидящая на стоящем возле стола элегантном бронзовом насесте Филамина при виде детей издала радостную приветственную трель. Также немного сбоку на стуле сидел мужчина с серьёзным выражением лица. Маха уставилась на ведьму за столом и всхрапнула, ударив копытом оземь. Филамина тут же что-то зачирикала и перелетела единорогу на загривок. Маха, слегка успокоившись, осталась на месте, не прекращая таращиться. Пару секунд спустя Феникс вернулась на насест. — Папочка! — воскликнула Джинни и хотела было рвануться к нему, чтобы обнять, но внезапно испугалась, что её собираются послать домой. И тут же отпрянула, прижавшись к Скуталу, безмолвно прося у неё поддержки. — Подойдите ближе к столу, дети! — скомандовала профессор. От её строгого голоса, висящее в воздухе напряжение, лишь усилилось. Первоклашки, не говоря ни слова, сделали, как было велено. Минерва дала детям помариноваться под её строгим взором добрую минуту, внимательно изучая выражение их лиц. Маха в ответ продолжала сверлить её взглядом. — Будьте так добры, объясните мне, для чего вам понадобилось именно заклинание для убийства гигантских пауков. Наконец произнесла Минерва. Девочки тут же все как одна вздрогнули, мальчишки стали удивлённо переглядываться. — Ну, — взяла слово Скуталу, — на случай, если мы вдруг наткнёмся на очень больших пауков. — Профессор МакГонагалл перевела взгляд на заговорившую, и то съёжилась под строгим взором. — То есть вы не планировали целенаправленно охотиться на акромантулов? — Но ведь они совсем рядом, в лесу. Светибель широко раскрытыми глазами посмотрела на декана, мастерски изображая щенячий взгляд. — Никогда не знаешь, когда один из них оттуда выползет. — Уверяю вас, охранные чары более чем способны удержать их в границах леса. — Заверила их Минерва, мысленно обрадовавшись, что девочки не в своей изначальной понячей форме. — Однако быть к этому готовым не помешает, — возразил Дин. — Ученик пятого класса с немалым трудом сумеет пережить стычку с одним-единственным акромантулом, — сообщила Табунку МакГонагалл. — А в лесу их целая колония. — Так что даже владея нужным вам заклинанием, вы все легко станете для них обедом. Дети переминались с ноги на ногу, опустив взгляд в пол, и ни один из них не сказал ни слова. — А мы не собирались пока что захаживать в лес? — прибормотала Скутолу. — Ясно, — сказала декан. Затем перевела взгляд на Эппл Блум. — Мисс Блум, если вы поклянетесь, что не планировали посещать лес в этом году, то будем считать этот вопрос закрытым. От внезапного осознания на лицах Скутолу и Свити Белль проступил испуг, и их глаза заметались между Филоминой и профессором. — Вы разговаривали с нашими семьями, — не спрашивая, а утверждая, сказала Свити. — МакГоннагелл ответила коротким кивком, не сводя требовательного взгляда с превращенной земнопуньки. — Так что, мисс Блум? — Жеребчики ничего не знали про заклятие, — ответила Эппл Блум. — Что ж, Минерва поднялась со стула. — Раз вы не сказали, что они ничего не знали о походах в лес, я снимаю по десять очков с каждого из вас и назначаю на завтра отработки у мистера Филча. Ее взгляд прошелся по юным гриффиндорцам, на секунду-другую задерживаясь на каждом из них. — И не дай, Мерлин, я узнаю, что вы опять планируете вылазку в лес. — Вы еще слишком юны и неопытны, чтобы даже думать о походах туда. — Вы только-только смогли обратить вспять единственную смерть ученика за столетие. Я не хочу в обмен на это потерять целый класс. — Меня никогда не ругали в школе, — взвыла Гермиона. Навил лишь успокаивающе положил ей руку на плечо. — Меня тоже, — сказал он, совершенно игнорируя тот факт, что учился на дому. В ответ девочка благодарно кивнула, закусив губу, не в силах сдержать побежавшие из глаз тонкие ручейки слез. — Я недостаточно ясно выразилась, — переспросила МакГонагал, повысив голос. Ответом ей стали кивки, раздавшиеся в разнобой слова «да, мэм». Еще полминуты, посверлив детей взглядом, — профессор продолжила, — «когда все, за исключением мисс Аллу, Блум, Уизли и Белль, а также мистера Уизли, свободны». — Пожалуйста, — добавила она немного смягчившимся голосом, — постарайтесь не влипнуть в неприятности хотя бы до конца этой недели. Чувствуя, что напряжение в комнате развеялось, Маха ощутимо расслабилась. Как только остальные дети покинули кабинет, Минерва обратилась к оставшимся. — Мистер Уизли здесь для того, чтобы обсудить с вами вопросы, касающиеся ваших семейных дел. — Артур, можешь пользоваться моим кабинетом столько, сколько потребуется, и я пока оставлю вас наедине. И с этими словами дикан тоже покинула помещение. — Что ж, — сказал Артур Уизли, не покидая стула, — у вас вышла довольно веселая неделя. Он потянулся и сжал подошедшую к нему дочь в объятиях. — Я одновременно очень горд и очень разочарован вами. Нет ничего хуже для родителей, чем хоронить своих детей. Но отправься вы охотиться на акромантулов, то я бы не смог сделать даже этого. Было бы попросту нечего хоронить. При виде того, сколь серьезен отец семейства Уизли, дети виновато опустили взгляд. — Простите нас! — извинились они хором. — Мне мало вашего простите, — сказал Артур. — Я хочу, чтобы вы пообещали, что не станете заходить в этот лес, по крайней мере, без сопровождения взрослых, до тех пор, пока хотя бы не сдадите сов. — Я удивлена, что вы не потребовали от нас пообещать не ходить в лес, пока мы не выпустимся. — Сказала Святибель и тут же получил локтем от скутлу. — Я уже видел достаточно, чтобы понять, что желать подобное будет за гранью разумного. — Со смешком сказал мистер Уизли, выпуская из объятий дочь и усаживая ее себе на колени. — Я сегодня весь день переписывался Фениксом и Совами с миссис Белль и ее подругами. — Так что теперь союз наших семей заключен официально и заверен магической печатью. — Теперь я и моя жена ответственны за вас, пока вы находитесь в Британии. — Соответственно, если мои дети захотят посетить Эквестрию или пожить там, ваши родители возьмут опекунство и над ними тоже. — Не думаю, что вы, девочки, понимали, что именно подписываете, когда выбирали род Уизли своим доверенным лицом, — однако теперь вы официально являетесь моими подопечными, когда пребываете в Британии. — Ладно, — Хорма ответили девочки. — Это возвращает нас к вопросу о деньгах, — сказал мистер Уизли. — Вы дали добро на заведение отдельного счета на каждого члена семьи Уизли, когда согласились выделить каждому из них по десять тысяч галеонов в год. — Первоначально я хотел настоять на том, чтобы отказаться от этого и закрыть счета. Однако во время переписки с мисс Спаркл выяснилось кое-что важное. — Немного ранее в Эквестрии. — Еще раз спасибо за помощь, Филамина, — сказала Твайлайт, забирая у Феникса свиток и разворачивая оны. Ответом ей стала радостная трель Филамины. — Ну что там? — спросила Рерити, все еще гадая, как завести разговор о новообразованном большом табуне своим новым иномировым другом по переписке. — Я попросил его написать, сколько стоит буханка хлеба, чтобы получить лучшее представление об их ценах, — сказала Твайлайт, утыкаясь в письмо. — Это позволит хотя бы приблизительно понять, сколько денег сейчас у меткоискателей. — Хм. — А что такое КНАД? — А, стоп. Он объясняет это в следующем предложении. — Так. Лавандова единорожка нахмурилась, затем подняла взгляд на финансовый отчет, присланный ранее, и терпеливо дожидавшись ее на столе, затем вновь посмотрела на бумаговую телекинетической хватки, затем снова на финансовый отчет, а затем просто с ошарашенным лицом уставилась в никуда. — Что-то не так, Твайлайт? — поинтересовалась Эпплджак, лежа на полу, не особо разбираясь во всей этой причудливой математике и в том, что это за звери такие энтегралы, — как говорила бабуля. Гордая представительница семейства Эппл просто решила наблюдать за ситуацией со стороны. — Кажется, у нас тут оказалась маленькая такая проблемка из-за разницы в соотношении спроса и предложения, — ответила Спаркл. — Маленькая? — спросила Рейнбо Дэш. — Насколько маленькая? — А ну, где-то размером с драконом. — Мы говорим о ком-то вроде Спайка или о ком-то вроде того здоровенного, храпевшего на вершине горы дракона, — решила уточнить Дэш. — Последняя, однозначно последняя. — То есть у них-то мы куча битцев? — Это у Филса Рича куча битцев. У меткоискателей же, даже если не считать оставшиеся у них в хранилище драгоценные камни, которые Артур Уизли согласился помочь им продать, битцев заметно больше, чем просто куча. — Похоже, слово «маленькое» в описании проблемы здесь немного неуместно. — Безмятежно, словно познав вселенское спокойствие, произнесла Рэлити. — Или ты не согласна, дорогуша? — Так это слишком спокойно-то восприняла. — Заметила Рейнбо Дэш, смотря на белую динарушку. — Ой, кажется, я исчерпала запас удивления на сегодня уже на их табунском соглашении, — ответила она. — Значит, у нас куча глеонов? — Невинный поинтересовался Кутулу. — Это сильное преуменьшение, — ответил мистер Уизли. — Поэтому ваши семьи попросили меня пока что забрать у вас ваши основные ключи от хранилища, чтобы вы не растратили зазря деньги, и выдать вам ключи от персональных счетов, открытых на каждого из вас. — Спасибо, — просеяла Эппл Блум, совершенно не беспокоящаяся о том, что придется отдать основной ключ от хранилища. — Но нам еще понадобится ключи для Симуса, Дина, Гарри, Гермионы, Лаванды, Невилла и Порвати. — Мне следовало бы сейчас удивиться, но миссис Бэль уже попросила о том же самом, — сказал Артур, взъерошив свои рыжие волосы. Она и впрямь очень щедрая. — Спор с ней о допустимости принятия, выделенных на каждого члена семей Уизли, счетов, оказался незабываемым опытом. — Но она же элемент щедрости, — словно само собой разумеющееся, — сказала Пегасенка. — К тому же мы должны заботиться о свам табуне. — Кстати, насчет вашего разбрасывания деньгами направо и налево, — вспомнил мистер Уизли и, сунув руку в карман пиджака, вытащил из него уменьшенный сверток. — Первая часть заказанных вами сундуков уже готова. — О, спасибо, что принесли! — радостно подскочила к нему Свити Бэль. — Вы же понимаете, что вам нельзя больше проносить с собой драгоценные камни из Эквестрии, — предупредил их Артур. — А также не стоит рассказывать о том, сколь часто они там у вас встречаются. — А нам тогда хватит денег на все семь лет, что мы проучимся здесь! — забеспокоилась Кутулу. — Это для вас уж точно не станет проблемой, — ответил отец семейства Уизли. — И этим вопросом ты только что подтвердила прозорливость ваших семей, попросивших забрать у вас основные ключи. — До тех пор, пока вы в полной мере не осознаете ценность Галеона, вы будете ограничены в тратах. — У вас и так более чем достаточно на жизнь игрушки и подарки друзьям. — По сути, имеющейся у вас суммы хватит, чтобы содержать свою семью до конца жизни. — Где-то в неизвестном месте Дискорд во всем своим асимметричном и несочетающемся великолепии сидел на удобном зеленом диване, накрытом пледом, и таращился куда-то в пустоту. — Пространство вокруг него и на два измерения в каждую сторону было организовано в идеальной симметрии, недоступно для обычных смертных. — Однако не эта противоестественная симметрия была основным источником беспокойства аватара Хаоса. — До сих пор его планы исполнялись просто идеально. — По сути, результаты его махинации даже превысили все его ожидания. — Несмотря на свою хаотичную натуру, он просчитал каждый возможный сценарий, подготовился к любым непредвиденным обстоятельствам и даже перестраховался, предусмотрев некоторые явно избыточные меры, чтобы задействовать их, если что-то пойдет не так, как было запланировано. Слишком уж ценен и важен потенциальный выигрыш от этой ситуации, и он был готов приложить все усилия, чтобы достичь поставленных целей. Однако сейчас сразу четыре ключевых детали его плана оказались уничтожены. При их создании он не использовал обычную магию, о нет, он просто наполнил их осколками собственной сущности. Для него это не было такой уж потери. Эти осколки в конце концов восстановятся. Однако с каждым осколком, который он отщеплял от себя, менялась и сама его суть. И к чему могло привести бездумное отщепление таких кусков, не брался просчитать даже он сам. — Это может расстроить твои планы? — спросила его собеседница, сидящая на мягком стуле с ярко-розовой обивкой. — Нет, Эвредика. — спокойно и нарочито медленно ответил Дискорд. — Мне понадобится только шесть из них, когда придет время. Остальные я надеял про запас. Однако я не ожидал, что кто-то сможет уничтожить хотя бы один, да еще так скоро. Названная Эвредикой красивая женщина с повязкой на глазах подняла оранжевую кружку и отхлебнула амброзией. — Не забывай, что я готова предоставить помощь в твоих начинаниях, — сказала она. — Не стесняйся просить помощи, если она тебе вдруг понадобится. — Не могу в полной мере выразить свою благодарность за твое предложение. С благодарностью отозвался Дискорд, опуская свою горчично-желтую кружку. Ставка на кону столь высока, что ты и представить себе не можешь. — Одиночество — удел наш, — ответила она. — Так что как я могла не помочь тебе в этом деле? — Но ты все равно была не обязана делать это. Поэтому мне попросту не хватает слов, чтобы выразить свою признательность за твою поддержку. — После того, какую услугу ты оказал мне? — И Вредика поставила кружку возле весов на так удобно стоящий рядом с ней столик. Даже если ты получил с нее выгоду, подобное деяние все равно нельзя было оставлять безнаказанными. Дискорд покосился на стоящий рядом с Вредикой стол и задумался, где же она могла достать предмет мебели именно такого лилого-коричневого оттенка. А затем попробовал представить, насколько она расстроится, если он избавит Оны от страданий и попросту сожжет его. Наказанные гриффиндорцы-первоклашки, которых отпустили из кабинета раньше, собрались пить чай в сундуке Джинни. — Не могу поверить, что они так быстро раскрыли нас! — заявил Симус, обеспокоенно поглядывая на всхлипывающую в кресле Гермиону. Лаванда села на ручку кресла и молча обняла расстроенную девочку. — Ну, просто мы оказались слишком уж предсказуемыми. — Пожалуй, плечами один. — Кстати, а что там за морока с этими гигантскими пауками? — Фэй сказала, что в лесу водятся гигантские пауки. Донеса со стороны кухоньки голос порватель. Так что мы решили послать письмо с просьбой прислать заклинание, убивающее гигантских пауков. — Похоже, они просто сложили два и два. — Гермиона, — мягко позвало и Невил, — прости, что мы втянули тебя в эти проблемы. — Пожалуйста, не расстраивайся. Ты вернешь эти десять очков уже на следующем уроке и наверняка заработаешь еще больше. — Меня никогда не ругали и не наказывали в школе, — скрипнула Гермиона. — Папа с мамой будут так разочарованы во мне. Остальные обитатели комнаты молча отвели взгляды, не зная, чем утешить девочку. — Ой, да не парься ты так! — вдруг выплел Дин. — Все равно вы еще несколько месяцев не увидитесь, так что они уже и забудут об этом. Однако по непонятной причине Гермиона лишь еще сильнее разрыдалась. Не зная, что делать в таких ситуациях, Гарри поерзал на стуле и посмотрел на Симуса, на что тот вернул ему взгляд и, не сказав ничего, просто пожал плечами. В такой неуютной тишине прошли несколько минут. Картина, закрывавшая вход в гостиную, бесшумно распахнулась, впуская меткоискательниц, вместе с рыжими братом и сестрой и следующим за ними единорогом. Как только они все оказались в помещении, путем преградили два удалых молодца, одинаковых с лица. — А теперь, говорите, вы долго отсутствовали. Ваши друзья уж давно вернулись. И Гермиона плакала. Но они тут же ушли к себе, не сказав ни слова. Где вы были и что натворили? В школу пришел папа. Ответил Рон, уже привыкший к манере разговоров братьев. И почти все время полоскал нам мозги. У близнецов удивленно поползли вверх брови. — Наш отец, наш любящий терпеливый отец, наш понимающий всепрощающий отец, все это время полоскал вам мозги. Ты побил наш рекорд по скорости его доведения. Объясняй. Хором потребовали близнецы, одновременно сузив глаза. — А нельзя попозже, а? — взмутился Рон. — Мы только сядь! — снова сказали они дуэтом. — Объясняй. Слишком буквально последовав команде, отданной близнецами, Эппл Блум с Кутлой и Свети Белли буквально рухнули попами на пол и сделали самые печальные и сожалеющие мордашки, на какие были только способны. Близнецы зыркнули над Женнис с Роном, и те предпочли последовать примеру. Маха недоуменно наблюдала за развернувшейся драмой. Однако, не чувствуя злых намерений от старших мальчишек, она стала подозревать, что ее подопечные сделали что-то не так, так что просто нежно потерлась мордой о каждого из первоклашек и подсокала к лестнице наверх. — Какое, однако, интересное заклинание! — сказала Рерити. — К дому же очень полезное! — согласилась Эппл Джек. — Надо будет сказать спасибо жене Артура Уизли, что она нам его прислала! — отметила Дэш. — Я больше всего рада, что смогла разобраться, как адаптировать его для нас! — произнесла Твайлот. — Оказалось, есть заметные различия в том, каким образом мы колдуем и по каким принципам строим заклинания. — Ладно, Филомина, у нас для тебя будет еще одно письмо, которое нужно сегодня отправить. Лохматый мужчина с опаской приблизился к заброшенному универмагу. Прохожие не обращали внимания ни на него, ни на здание перед ним. Мужчина прекрасно знал, что облик заброшенного универмага был всего лишь иллюзией, скрывавшей за собой здание лечебницы святого Мунга — больницы для волшебников. Он не хотел заходить внутрь. Ему нужно было туда попасть. Ему нужны ответы. Он должен знать. Может, он ошибался все это время. Стыд сражался в нем со злостью, заставляя его, обуреваемого этими эмоциями, всего трястись, комкая в руках меню из ресторанчика лихого фука. Он должен это узнать. Он боялся это узнать. Была ли его ярость направлена не на того? Не он ли подвел члена своей стаи? Ведь он был неудачником. Все, что он любил, было потеряно. Сможет ли он загладить вину? Смогут ли его принять? Смогут ли простить? А заслужил ли он прощения? Он должен был это узнать. Нехитрюн мчался по коридору, крепко вцепившись в небольшой деревянный сундучок. Столь срочное дело не терпело отлагательств и неторопливой походки. Гоблин знал, что промедление недопустимо. Когда Нехитрюн ворвался в ярко освещенную пещеру, то ему на секунду показалось, будто с момента его ухода никто из присутствующих даже не сдвинулся с места. Тот же, поспешив и к большому каменному столу, Гоблин аккуратно поставил сундучок перед своим лидером, после чего торопливо отпрянул на несколько шагов. Даже не обратив на щитовода внимания, надзиратель поднял крышку сундучка. Внутри на черном бархате покоились крупные драгоценности, таинственно поблескивая в неверном свете факелов. Надзиратель довольно откинулся на своем роскошном стуле и широко улыбнулся. А скал акулы по сравнению с этой улыбкой показался бы милым и дружелюбным. «Вы собирались охотиться на акромантулов?» Подобный опыт стал чем-то новым для Джинни. Она впервые слышала, чтобы голоса близнецов в изумлении взяли столь высокий тон. По итогу Джинни решила, что повторения подобного опыта она не хочет. «Они что собирались сделать?» Требовательно вопросил Перси, торопливо спускаясь по лестнице в гостиную. И судя по тому, что его голос взял тот же высокий тон, это вряд ли закончится хорошо. «Ты разобрался, что там случилось?» Спросила Эвредика, вновь приветствуя гостя в своем доме. «Хм! Их сожрал дракон!» Проворщал Дискорд, скрестив на груди свои несовпадающие друг с другом лапы. Эта гоблинская собачонка решила, что они станут неплохой закуской. «Однако местные драконы не едят драгоценные камни», оздачно сказала Эвредика. «Они поголовные хищники. Хм! Однако ему, похоже, об этом забыли сказать». «Наш дорогой брат Перси хочет сказать, что хоть походы в запретный лес уже почти стали традицией для нашего факультета, однако встречи с акромантулами строго-настрого избегаются. Так что вам, как бравым гриффиндорцам, лучше поверить нам, что об охоте на акромантулов стоит раз и навсегда забыть». «Один вопрос», — внезапно раздался голос шестиклассницы. «А вы и вправду достали убивающие пауков заклинания?» Ее вопрос был встречен ошарашенным молчанием. Замерев на месте, Близнецы и Перси медленно обернулись к ней. «Серьезно?» — фыркнул шестиклассница. «Вы же не думали, что вы тут единственные гриффиндорцы, так?» Пользуясь тем, что ее мать отправилась по магазинам, Эбигейл медленно помешивала кипящее на плите варево. Она со всей аккуратностью следовала довольно точным инструкциям, записанным на выдранном из блокнота листе бумаги на языке, который она никоим образом не должна была понимать. «Ай, как-то мне не очень хочется это пить!» — неуверенно сказала девочка, сидящему на столе напротив плиты жуку. Постепенно густеющая жидкость стала слишком уж напоминать ей кровь. «И как именно ты собираешься напитать ее своей силой?» Свитебель едва не закричала от облегчения, когда Филамина явилась перед ней в уже ставшей привычной вспышке пламени. «Вот он, шанс прекратить сеть и нагоняет всех, кого только можно! Но в конце-то концов, сколько им еще раз нужно пообещать, что они не станут охотиться на акромантулов!» «Филамина!» — радостно воскликнула превращенная единорожка, все еще сидя на полу. «Ты принесла мне письмо?» Даже Перси замолчала, когда все в комнате уставились на то, как Феникс приземлился на плечо Свитти и протянул ей лапку с конвертом. «Крупец!» — пробормотала Эппл Блум, видя, как все в комнате, включая близнецов, поспешили отпрянуть подальше от подозрительного письма. «А почему он красный?» — вдруг спросила Скуттеллу, глядя на конверт. Филамина что-то коротко прощебетала и тут же куда-то испарилась. Профессор МакГонагал с палочкой наголо ворвалась в гостиную Гриффиндора. По черному, как смоль, пятну копоти она тут же поняла, где именно произошло ЧП, а по чистым проплешинам где и кто стоял. В помещении царил полнейший бардак. Перевернутые столы, свалены на бок стулья и кресла, а между ними на полу в случайном порядке лежали ученики. И все и вся были в копоти. А рядом со входом пятеро первоклашек, все еще покрытые спереди копотью, стояли и ошарашенно моргали, очевидно пытаясь прийти в себя после произошедшего. «Что здесь произошло?» — потребовала ответа декан. «И что это был за ужасный шум?» «Эм...» — сказал Перси с того места, где лежал. «Кажется, родители Свити и Белль прислали ей чересчур сильно заряженный вапиллер». «Понятно». Опустила палочку МакГонагал. «Кто-нибудь серьезно пострадал?» «Пострадала только моя гордость», — проворчала Эппл Блум. Ей вторили несколько раздавшихся с разных сторон стонов, однако быстрая проверка показала, что дети отделались лишь парой ссадин и синяков. «Что ж», — сказал профессор, «можете продолжать». И с этими словами она покинула помещение через тот же проход, через который в него вошла. 吧. ces mágnaют beta